Церковный купол весом почти в тонну установили в храме Красноармейского района. На территории колонии-поселения номер 11 осужденные уже несколько лет сами возводят церковь. Причем именно заключенные попросили начать строительство. Сейчас работы приближаются к завершению. В основании храма установили церковный купол. Подробности в нашем следующем материале. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно его веки вековом ей. Церемония освящения церковного купола в этот раз особенная. Новый храм возводят на территории Красноармейской колонии-поселения. Стройка стартовала в 2012 году. Причем желание построить храм высказали сами заключенные. Инициатива исходила от осужденных. У меня прием по личным вопросам осужденных ежедневно проводится. И в рабочем кабинете внутри учреждения группа осужденных пришла и вышла с такой инициативой. Давайте построим. Вот с этого все началось. И по сей день все работы, кроме специалистов фирмы «Стройвек», которые купол и барабан изготовили, все строительные работы ведут осужденные нашего учреждения. Они все сделали сами. Вырыли фундамент, возвели стены. А деньгами и стройматериалами помогли бывшие заключенные колонии. Сегодня храм получает главный символ. На него устанавливают церковный купол весом почти в тонну. Многие ждут открытия храма сильнее, чем освобождение. В колонии есть собственная православная община. Здесь люди вместе молятся и читают книги. Максим – один из самых верующих. Говорит, только попав в исправительное учреждение, смог по-настоящему поверить в Бога. Я крещённый сам, у меня дети крещённые. Посещал, но не так, как здесь. Много узнал из книг о православии, чего не знал на свободе. По освобождению я думаю, что буду продолжать в том же дне. Пока богослужение проходит в молитвенной комнате. До открытия храма ещё остаётся достаточно времени. Строительство планируют завершить в 2017 году.